Заглушенные сильно, но не полностью, чтобы были ранние отражения Если вы заметили, здесь нет ни одной параллельной стенки, чтобы не образовывались так называемые стоячие волны Соответственно, сердцем является установка барабана Это Yamaha Recording Custom студийная установка, ну как вообще общепринятая Она хороша тем, что она не имеет ярко выраженного своего характера, звука И потом уже при записи, путем коррекции, можно ее настроить так, что она каждый раз будет не похожа сама на себя Это общая картинка сверху Два микрофончика Мы снимаем обычный DPM, это French Professional Audio, это подразделение Брюлькера Это очень хороший микрофон, очень открытый Линейный и выдерживающий достаточно большое звуковое давление Вот эти два микрофончика стоят у нас A, B Эти стоят XY Здесь не меньшие фазовые потери, но имея с тем и база звука стерео, она чуть поуже Коммунту мы снимаем либо здесь, от отдельного, выночный микрофон, ленточный микрофон или рояр Выпускает только ленточный микрофон, в 10 модификации Плюс у нас есть для джаза старый микрофон АКГ С капсюлем C-K12 У них тоже очень интересный звук, но совершенно другой, скажем так, более закрытый и более камерный Как-то 70-80-е годы Микрофон, посмотрите, звучит по-разному И звук одной бочки той же С разным микрофоном будет неузнаваемо меняться Дальше, железо Железо выбирается музыкантом уже в зависимости от характера музыки То, что он хочет получить, звонче, тише, длиннее, рассыпчатее Вот у нас там еще есть отдельное железо Это начиная от хай-хатов и заканчивая, собственно говоря, крешами и райами Или сплэшами Сетапы микрофонов Мы стараемся, когда работаем с тем или иным артистом Подобрать микрофон и предуседитель микрофонный под тембровый голос Он в оригинальном исполнении У него оригинальные лампы стоят ВФ-14М, мало шумящие, металлические Они прекратили выпуск этих ламп в 59-м году А гитары все оригинальные, начиная от 1962 года Фендеров, Стратакастров И заканчивая там самодельными, современными В основном гитары все оригинальные В оригинальном исполнении, с родными датчиками Это начиная от 1962 года, кончая в 1974 год Все рабочие апсоджеты Синтия КС Большинство звуков синтезированы на таком Они выпускались по 1973 год По 7 счетов Это еще в канальный штудер 24 канал записи И три стерео магнитофона Два из них четверть дюймовых, один из них полдюймовых И вот тридцать седьмой штудер Который, собственно говоря, эпоха звукозаписи Которую писались все их бетлы Сводились вот таким магнитофоном Здесь полностью ламповая схема Все коробочки Счетчик сброс Человеческий Но самая здесь фантастическая часть Как она делается, как она облакируется Эта штучка обрезает ленту Сюда смотрите Он работает на двухдюймовую ленту И пишем 38-ю скорую, соответственно А вот ему ремоут То, что он управляет Он стоит под рукой у двух инженера С одной штучкой Управляет Блокируете канал на записи Можете вписывать, выписывать Мы все время сводим и на цифру сразу параллельно И на аналог И аналог, конечно, звучит как «богаче» Ну, потому что там происходит определенный подъем Настроен там в область 15 кГц В область 100 Гц Немножко звук размывается Вместе с тем он Такая естественная компрессия пленочная Поджимается Вот, можно писать, собственно говоря И шумоподавление И шумоподавление Стоит долго СР внизу А можно и без шумоподавления Здесь подстает Железки Динамической обработки И религраторы всевозможные Которые эмулируют пространство Вот это «Fairchild» «Fairchild» Это один из самых Познаваемых, любимых приборов вообще В мировой звукозаписи Полностью установлены Варимю компрессор Стоят «Manly» Варимю компрессора Они более современные Тоже неплохие Стоят «Амики» Стоят «Дистрессоры» И в каждой линейке Пульта, собственно говоря Еще вмонтирован свой компрессор Экспандер Пульт полностью аналоговый Но этот пульт управляет По определенному протоколу Собственно И про Тулсом и магнитофоном Здесь три пары контрольных мониторов Монитор дальнего поля И две пары мониторов ближнего поля Аналого-цифровой преобразователь Через него, собственно, мы Мы не используем те На сведении Это достаточно качественный Вейс Он подсоединен к кулакам Вон кулака Кабелем все соединено То есть, когда ты задаешь на компьютере часы У вас вся студия становится в те часы, которые задают компьютер 24-48 24-48 Вот все То есть, ламочки начинают мигать и переключаться Здесь с пульта 6 выходов Можем правильно писать на 4 потребителя Приятного аппетита Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода